Добрый вечер еще раз, уважаемые коллеги. Начинаем нашу традиционную послематчевую пресс-конференцию. Первым словом для комментариев предоставляется главному тренеру команды Гарькости. Геннадий Михайлов, просим вас. Хочу поздравить Амур с победой. Считаю, заслуженные победы. Они сегодня были быстрее нас, свежее. У нас третья игра на выезде, очень много перелетов. Поэтому нам не хватило силенок. Мы, конечно, от ценности на воротах мало играли под воротами. Здесь тоже проиграли соперники. У нас еще есть одна игра, будем готовиться. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется главному тренеру команды Амур Николай Константинович. Сегодня для нас игра была очень важна в психологическом плане. Потому что при той даже игре, которую мы показывали в предыдущих матчах, я считаю, была такая содержательная игра, интересная игра. Но нам всегда чего-то не хватало. Особенно это проявлялось в третьем периоде. Ряд ошибок сводили все старания на нет. Сегодня порадовало, что в третий период мы все-таки выиграли. 1-0. Это, я считаю, положительный момент для нас. И, конечно же, ребята проявили характер, мужество. Они сегодня очень сильно хотели победить. Настрой был такой запредельный. Ну, и, конечно же, для нас это победа очень важна. И, естественно, для болельщиков. Конечно же, ждали, когда мы все-таки сможем победить. Я, естественно, результатом доволен. Но нужно двигаться дальше. И, естественно, ребят, что Андреев благодарил за сегодняшнюю игру. Спасибо, коллеги. Если есть вопросы, представляйтесь, задавайте. Вы по слову, Слова Губерния. Николай Константинович, вы говорили о концентрации, что где-то ее не хватает, вот раньше было. Что произошло? Особенно потренировались? Или, может быть, наоборот, дали команде немножко отдохнуть, чтобы они все-таки смогли выйти с такими силами на третий период? Не просто сохранить результат, но и выиграть? Да, в принципе, не было ничего сказанного, что-то там такого. Естественно, наши нашли баланс между тем, чтобы ребята не задергались и тоже время играли уверенно. Естественно, нашли нужные слова, чтобы самое главное, чтобы они не потеряли эту нить игры. И, как я сказал, очень важно, чтобы выполняли установку на третий период все. И очень важный был такой момент, что даже некоторые ребята, кто-то, может, в меньшей степени выходил играть в третьем периоде, но они поддерживали ребят, которые больше проводили время на ду. И вот это очень важно. То есть, как мы говорим, была живая скамейка. Ребята, видно было, что с какой скрыли, те, кто больше играл, с какой отдачей, они играли. Ну и самое главное, что выполнили задание на третий период. Очень честно. Виталий Хышок, вот его сейчас значимость, он вышел и забил голос со скамейки. И какую он работу сейчас проводит в раздевалке? Насколько он значим сейчас для команды? Потому что сегодня он показал себя настоящим лидером. Ну, конечно же, здорово, что Виталий смог забить монету. Он капитан команды, и, естественно, он значимый фигур в команде есть. Но, как я всегда говорю, что у нас не должен быть один капитан, у нас должны быть все капитаны. Но в то же время и Ян Ковыш свою работу проводит там. Все ребята, я вижу, что очень важно сегодня, что ребята по-настоящему сегодня были друг за другом. Потому что была, как я сказал, поддержка на скамейке. Ну, а Виталий, естественно, проводит в определенную работу. Спасибо. Ещё? Дай вам. Егор Параскон, Чемпионат.ком. Едмур Михайлович, у вашей команды сегодня было достаточно много пакет-шайбы в ваших передачах и в том числе простые ситуации, какие-то бананы падали, поскальзывались. Это только с усталусом связано и может быть с чем-то еще столкновение? Ну, я не думаю, что волнение, да, уже. Как может быть, волнение, я думаю, вот все-таки сказывается вот этот гидрю напряженный, да, и... Я как сказал, что у команды сегодня соперника два свежей. Они на полшага всегда были впереди и по темам проявились за это. Спасибо. Ещё? Нет. Всё, всем спасибо. До встречи двадцатого числа. До встречи двадцатого числа. До встречи двадцатого числа. До встречи двадцатого числа.